В таком Вот так вот кошелек будет Раскрываться Так, что значит Упомянуть еще Ну в принципе все, вот здесь вот у меня будет Все это краситься зеленым цветом И я буду Пропитывать его воском и касторовым маслом Внутреннюю сторону Прямо на краску Воском Цвет изменится, наверняка потемнеет Значит теперь Что касаемо Вот этой вот монетницы Монетница у меня пока В таком вот состоянии То есть здесь я сделал ее из цельного Куска кожи Тоненького, просто там рассчитал Примерно квадратик, как она будет А ширина монетницы у меня Идет 80 Миллиметров Ширина монетницы 80 миллиметров Ну если кому интересно Вот полностью вся длина Монетница То у меня Стоит здесь Значит сколько, сколько, сколько 75 Скажем вот так вот 75 Вот 75 Полностью вот отсюда до сюда Ну можно конечно и больше Потому что вот здесь вот Мне кажется, что Маленький у меня вот этот язычок Мне кажется, что можно было Отпустить по длине То есть на сантиметр То есть 85 80 Можно делать смело Значит вот здесь вот у меня Пришит еще один Еще один кусочек кожи Да, чтобы было По Толще сам вот этот язычок Который постоянно туда-сюда Будет открываться И соответственно Под кнопку вот здесь вот Внутренней стороны Пришит тоже еще один кусочек кожи Начал кубатурить Как там что делать Кнопку Потом у меня осенило Пошел к китайцу через два дома Отдал ему Сказал мне вот здесь нужна кнопка И все За 5 минут сделал За 100 рублей Значит Монетница уже пришита Вот этой стороной Кожи Вот так вот Шов этот будет полностью внутренний Его не будет никак видно То есть вот так вот Это будет все В закрытом состоянии И вот здесь Сейчас я буду делать что Сначала приклею Вот эту штучку Вот сюда вот А потом пришью ее уже Вот к этому куску кожи Соответственно Пришиваться будет Вот эта вот часть вся Ну и так же С этой стороны И все Монетница будет готова Потом стану делать Для визиток Отрезы Вот не знаю пока еще Как вот именно делается Отсеки для визиток Хотелось бы сделать Конечно на 3 отсека Но вот так как я думаю Будет уходить Такая кожа Просто так будет Нормально тратится кожа Не знаю Мне не хватит Но 2 визитки точно будут здесь А там посмотрим В общем До этого еще как бы далеко Ну все Пока все в таком состоянии Находит По вставочкам По вставкам По вставкам Ну это просто элементарная форма Вот С тонкой кожей То есть здесь длина у меня 65 Вот эти вот Типа как плечики Или как их они называются У меня 50 Разлет Ну и немножко их вверх заделал В принципе не прогадал Вот они вот А когда загибаются Они прямо Здесь у меня 3 миллиметра Если от прямой провести Сверху линию 3 миллиметра И вот эта вот Часть нижняя Да Которая У меня 22 идет 22 миллиметра То есть Ну в принципе не проблема Думаю вырезать Все Я их приклеил сначала А потом прошил Вот здесь вот С двух сторон Вот так вот Это все Получилось Вот Так Про краску значит Сказал Да Что краска хорошая Профессиональная Кошелек зеленый Ну и все Ну и все Ну и все Присо Сейчас П És Пусти Это Какого Какого 13 Уходи Кого Ну и Какого kinda и Also С так все здесь поджали чтобы ровно было все так из тоже папа вот так вот вот все не будучи все трогать чтобы она не отклеивалась нельзя не отдиралась пока не пришли и сейчас вот тут раз раз короче пришиваю и все будет тип-топ отлично получилось вот здесь вот внутри и также здесь так все теперь через каждые 5 миллиметров в общем пробиваю вот шилом дырки и прошиваю не не буду снимать как я пробивать буду шилом дырки чего-то такого интересного особо нету поставлю внизу вот такой чербачок и просто сейчас ручкой на меч или леньку приложу через пять миллиметров и просто руками дэнс 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 сейчас мне нужно еще будет зеленой краской вот этого шовчик заделать убрать так проткнул я дырки вот здесь вот уже здесь и соответственно здесь так сейчас здесь делаю уборозку вот здесь вышли у меня отверстия сейчас здесь делаю уборозку ну это для того чтобы там не задевали деньги купюры нитки чтобы они никак не мешали в принципе эта сторона как я уже говорил она внутренняя то есть она не на виду но тем не менее все равно сделаю уборозку все теперь прошиваю и вот и и и и и и и и и краска высыхает быстро я не знаю может у меня спиртовая основа но краска нормальная как бы профессиональная не простой какой-нибудь там карат и 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 ну вот так вот будут два отсека под карточки непредвзятых сейчас я прошу прошью вот здесь вот и вот здесь потом наложу вот эту также сначала на клей прошью вот здесь вот а снизу прошивать не буду потому что снизу я буду прошивать все слои кошелька то есть вот этот промежуточный слой и вот этот слой и так вот так вот вырисовывать уже мой кошелечек ничто здесь еще естественно значит не склеена значит за сегодня что я сделал вот два отсека под карточки приклеил вот эти вот вот этой вот стежком не пришил с правой стороны оба отсека да а вот этот прошел еще здесь ну чтобы стопор был для карты чтоб они проваливалась то здесь уже будет пришиваться вместе со всеми кусками кожи вместе с этим все бутербродом то есть вот так вот пришиваться вот здесь вот и до сюда ну соответственно еще здесь вот хлястик такой пришил будет у меня на кобурную заклепку застегивается кошелек прокрасил все части зеленым цветом все скоро уже завтра жевать а ну еще пропитаю воском наш поменяется цвет наверно ну и вот здесь из краев затемнил сделал такую типа рамку должно быть принципе по идее прикольно смотреться когда буду пропитывать все пока как то так и что и мы Так, вот пропитал я на пробу Значит, один кусочек кожи, которая у меня самая сторона, центровая, фронтальная, скажем так Вот он очень сильно потемнел Я его сделал так, с краев потемнее, нанес краску В середине довольно-таки светлую, светлую оставлял место То есть не так сильно в середину нанес краски Но все равно потемнело практически, стало однотонной Но все равно падает свет Видно, что в серединке немножко посветлее, а с краев вокруг темное Ну, в принципе, нравится мне такой свет темно-темно-зеленый В принципе, что, неплохо, довольно-таки неплохо Пропитало внутреннюю часть, думал пропитывать, не пропитывает Но все-таки пропитал Не помешает это все, все равно Дело в том, что склеивается, вот она будет перед шитьем Надо же их здесь будет склеить Вот по этим местам немножко, чтобы схватилось, чтобы удобнее шить было А я ее пропитал И сейчас, вот не знаю Клей, он, наверное, не нанесется, толком не приклеится Но я, наверное, наждачки просто вот здесь вот каемочку вытру В воск И все-таки хоть как-то, думаю, приклеится Ну, в принципе, как бы нравится мне пока Все, вот цвет такой нормальный Завтра я опять его еще обработаю Потом, ну, раза на два, наверное, обработаю Торопиться не буду Раза на два обработаю Значит, его потом вытру Также разогрею Вытру ватным тампоном Ватным диском Не нужный весь воск И все И буду, в общем, дальше там плясать Значит, ладно, пока его оставляем вот сюда Сейчас пропитаю-ка я вот эту вот часть Тоже интересно, как она потемнеет Ну, я думаю, что потемнеет она сильно Так, значит, на чем я остановился Здесь пока еще пропитано все воском Пока я не убирал воск То есть сейчас я буду нагревать феном И ХБ-шной тряпкой или диском ватным буду убирать воск Вот, но я забыл одну деталь Забыл вот здесь вот сделать фаски По периметру для ниток И вот сейчас я сделаю канавки Потом эти канавки пропитаю краской зеленой И после этого уже буду убирать лишний воск Со всеми забыл про канавки Надо было раньше сделать Ну и ничего страшного Так, вот здесь вот надо Такая довольно-таки ответственная Процедура, чтобы не съехала рука Не сорвалась И было, и вот на углах Нужно быть очень-очень аккуратным Потому что это лицевая сторона И нужно, чтобы все было круто Забылось 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 И всё На любом возрасте Это водительник Каждый я могу Это И Стоять Здесь кусочек Перемь Станут моими экспертоводами Здравствуйте Я так понимаю Вы даете меня Да Слушайте, рука Угорела? Это дверь просто Вольно Выбься Такой горел Нормально, уже здесь родились. В чем вода? В марио. В марио. А тебя? В марио. В марио. Сначала мы повторем на этой горке, а потом пересядем в другую. С более мощным мотором. А здесь важный аниклеток? Да, конечно. С хорошим мотором проще оторваться от пиратов. Я бы основывал, что вы убирали пиратов? Ладно, давай не говорить с партлами. Здесь мало кто незнакомых людей. Идайте нам, уже пора слышать. Низку рабочую любить. Все, пошли. Приключения начинаются. Сейчас ты забирайся. Пока я их не видел. Давай. Продолжение следует... 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 А снаружи будет эффект того, что он прошит полностью везде, по всему периметру Это я еще не убирал лишний воск Примерно вот здесь Хопа Ну в общем все, сейчас делаю разрез вот здесь вот еще И так же сделаю дырку здесь и установлю кубарную заклепочку Так, значит продолжаем Что сейчас нужно убрать будет лишний воск С кошелька Сейчас разогреваю это все и попробую сначала вот такими тампонами А потом буду просто хб тканью протирать сначала руками Ставим Продолжение следует... Примерно так я буду все остальные детали убирать, освобождать их от лишнего воска. Дальше посмотрим. В принципе светлеет. Остается на этих штуках краска и светлеет. В принципе неплохо получается. В общем вот эта машинка не дает особого эффекта. Вот поэтому все закончил я убирать воск. Убирать воск я закончил. Значит так, что сейчас будет дальше. Дальше будет пришивание. Разметка, приклеивание и пришивание. Разметка, приклеивание и пришивание. Сначала буду вот эту сторону пришивать. То есть это будет вот так. Это будет вот так. То есть мне сейчас нужно будет вот здесь вот покорябать ее наждачкой. Потому что вот здесь вот я воск не убирал. И она не приклеится на воск. Мне здесь нужно раскорябать наждачкой сейчас. Ну или какого-нибудь штукой железной. Пошкрябаю ее. Фасочку вот здесь вот так вот уберу. Фасочку уберу. И также вот на вот этой штуке сделаю. Приклею вот эту. Также вот здесь вот уберу фасочку наждачкой. Приклею шлеп. Так. Потом беру коновкорез. Или как он там называется. И вот здесь вот делаю такие штуки. Ямочку. Как она называется-то. Вот это вот углубление под шов, под нитку. Вот здесь вот аккуратненько. Здесь, здесь. Ну и все. И здесь у меня вот шовчик уже есть. Как вы можете заметить. Через 5 миллиметров также расставляю отверстия. Вот здесь, здесь. И короче потом буду прошивать. Т.е. Как-то так. Продолжаем. 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 очень сложно будет здесь вот не проклеивается сложно и очень сложно будет шиться здесь вот сложно сделать ровный шов пусть существует что не склеена эта штука но восковая не приклеивается бесполезно не схватывается даже все клеивается короче ладно все буду что-то придумал сейчас размечу и как-то буду стараться ровно класть нитки так ну вот горем пополам я продырявил все дырки нужные мне вот значит прошиваю сейчас вот отсюда и досюда все дырочки через пять миллиметров срастил зажал просто вот здесь вот прищепками чтобы он не двигался а так на вот видите ни черта практически не проклеилась ну в общем не так сложно все это оказалось на самом деле сейчас вот так вот прошиваю вот Продолжение следует... 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 Прошиваю... Потом покажу... Что получилось... Дело близится к концу... Первый мой кошелек... Мне нравится... Занятие это тоже... Очень такое занятное... Даже получше... Чем изготовление ножей... Я вот даже прервался... На некоторое время... И даже сейчас... Не делаю ножик... Вот... Сейчас вот... Закончу кошелек... Продолжу... Делать нож... Поэтому... Будут еще кошельки... Так... Что значит... Получается... Произошло... У меня вот здесь... Затупанство... Со швом... И пришлось вот здесь... Стопорить ниточку... Зажигалкой... И также здесь... Аж две ниточки... Пришлось стопорить... Зажигалкой... Вот... Ну... Как бы... Ладно... Первый опыт... Ничего страшного... Значит... Прошил я... Вот здесь вот... Соответственно... Вот здесь вот... Где хлястик... Я... Прошил... Так... Через один слой... Просто... Сейчас... Мне нужно будет... Прошить... Вот так... И все... Финишная... Прямая... Потом... Надо будет... Хорошенько... Ошлифовать... Вот эти вот... Торцы... И обработать их... Сейчас... У меня вот эта часть... Приклеена... А эта еще... Не приклеена... Сейчас... Нанесу клея... Подожду... Пока я немножко схватиться... Пока размечу там... Где будут... Отверстия... Значит... Под нитки... Ух ты блин... Нифига себе... Клей вытекает как... Так... Вот горьоны... Здесь на нее... Так... И... И... Вот... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь осталось прошить, значит, последнее... Последнее место... Осталось прошить и всё... Ну всё... Можно сказать, что кошелёк практически закончен... Так... Ну всё... Можно сказать, что готов кошелёк... Так... Можно сказать, что готов кошелёк... Получается вот такой вот цвет... Такого тёмно-зелёного... Переходящий в светло-зелёный... Вот здесь вот хорошо открывается вот эта кабурная заклёпка... Вот внутри... Карты сидят очень... Прочно... Сейчас я туда их засунул, чтобы он растягивался под них... Монетница... Выглядит вот так вот... Внутри... Покрасил зелёным цветом всё... Тут даже монетку сюда положил... Юбилейную... Вот здесь вот... Потайной кармашек... Как я уже говорил... Ну и вчера вот я обработал торцы... Обработал торцы... Вчера я ещё прошил... Плюс... Да... Всё, что там оставалось... Зашлифовал... Напильником... Ой... Напильником... Зашлифовал... Вот такой вот наждачкой... Вот эти вот торцы... Кстати... Матная наждачка на Алиэкспресс... Кому вот нужно... Приобрести... Советую... Вот здесь вот она мелкая... Вот здесь крупная... И вот... По кожу вообще... Обрабатывать очень хорошо... Она ещё плюс такая мягкая... На мягкой основе... Ну прикольная... У меня вот... Покупал когда набор... Для обработки кожи... У меня несколько штук там в комплекте шло таких... Я вот пока одной только пользуюсь... Ладно... Про обработку торцов кожи... Обрабатывал я вот этими штуками... Да... Зашлифовывал... А пользовался вот такой вот... Чистой линией... Бальзам-ополаскиватель... Много я... Ну не то что много... Начал смотреть в Ютубе... Кто там как обрабатывает... Торцы кожи... И вот там... Допустим... Рассказывает какой-то чувак... Потом... Вытаскивает финиш какой-то там за деньги... Заказанный где-то купленный... И начинает вам обрабатывать торцы... То есть в принципе любой человек... Который работает с кожей... Если у него будет... Финиш какой-нибудь... Купленный... Он без проблем... Это... Обработает без всяких вопросов... Ему не нужно будет смотреть видео... Не понимаю смысла такого видео... И только вот... Уже хотел когда выключить... Не знаю... Уже водой там пользоваться... Натолкнулся на чувачка... Ну вот... Говорит... 70 рублей... Реально стоит около 80 рублей... Бальзам-ополаскиватель... Ну это как бы не... Естественно... Чистая линия... Это просто так... Что было там... То и... Взяли... Скажем так... Да... Так вообще любой бальзам-ополаскиватель... Ну вот таким вот образом... Выдавливается... На ватку... На ватку... И вот сюда вот... Ну я уже на самом деле... Все обработал... Это просто так... Сейчас вот показываю... Ну может еще немножко... Пошлифую... Еще чуть-чуть... Вот... Вот так вот... Чуть наношу... Наносил я... Наношу вернее... Даю немножко впитаться... И потом вот этими штуками... Либо вот этой... Либо вот этой... Зашлифовывается все... Вот... Вот... То есть... Вот таким вот образом... Так... Все... Теперь вот это вот... Все... Вот видите... Очень хорошо шлифуются... Урезы... Бальзамом-ополаскивателем... Ну естественно... Не обязательно чистая линия... Должна быть... Можно там любой... Самый дешевый... Ну просто чистая линия... Она недорогая... 70 рублей стоит... Поэтому... Все... Вот сейчас вот эти вот... Верхнюю часть доделаю... И буду демонстрировать... Что у меня получилось... В общем... Вот так наносится... Потом беру вот эти штуки... У меня есть... И... Вышлифовываю... Либо вот одно из этих... Если нужно скруглить концы... Либо... Сейчас вот я прям... Вот этим... Просто... Кончиком... Шлифую... Потому что... Я вчера скруглял... А... Сегодня мне просто нужно дошлифовать... Урезы скруглял... А сегодня мне нужно просто дошлифовать... Вот так вот... Все это... Шлифовывается... Итак... Вот что у меня вышло... Вот такой вот кошелек... Да... Цвет... Здесь такой... Прикольный получился... Вот... Темно-зеленого... Вот здесь вот... По краям окантовочка... Переходящий в такой... В более светлые тона... Да... Здесь все это точно так же... Вот так вот... Все это у меня... Прошито... Хлястики... Единственное... Нужно было сделать... Не так... Туго... Нужно было отпустить... Немножко... В принципе... Я думаю... Что... Вот здесь вот... Кожа вытянется... Всегда... Если нужно будет... Если будет кошелек... Там будет лежать много денег... Если он будет такой... Тугой... То... В принципе... Кожа вытянется... Вот так вот... Открывается... Все это... Открывается несложно... Вот... Значит... Такое отделение... И такое... Денюжки здесь сидят нормально... Вот... Например... Вот я кладу... Вот этот отсек... Полностью прячется... И... Так же... Вот сюда вот... То есть... В принципе... Никто ничего не вылезает... И так же... Ложил... Много купюр... То есть... Нормально... В принципе... Все застегивается... Все... Все застегивается... Ну... Все в общем... Вот... Значит... Это... Я его снимаю... При... Дневном свете... Так сказать... Падает на него солнце... Ну... Вот такая вот... Фактура... У кошелька... Темно-зеленый цвет... По краям... В середине... Переходя... В серединке... Переходящей в такой... Более светлые тона... Такая бурная заклепка... Вот... Такая получилась монетница... Вот такой кошелечек... Первый мой кошелек... До этого я не делал кошельков... В принципе... Вот так вот он получился... Мне нравится... Следующий кошелек... Уже себе... Может быть сделаю... Синего цвета... Точно такой же... Будут у меня такие... Неординарные цвета... Все... Всем пока... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Что субтитры Алексею Дубровскому? Субтитры Алексею Дубровскому?